Ветер с моря дул, а в это время съемочные группы и фотографы встречали выходящих из жемчужины гостей кинотавра. Периодически улетала красная ковровая дорожка, ее поправляли, и вновь перед объективами фото и видеокамер появлялись отечественные звезды. Мы стремились к тому, чтобы действительно этот фестиваль в Сочи стал таким же фестивалем, как в Каннах проводится, международный фестиваль. Сегодня можно уверенно сказать, да, это действительно русские Канны, это город Сочи. На открытии кинофестиваля всегда можно увидеть Федора Бундурчука с супругой. Он является председателем попечительского совета фестиваля. А вот Виктория Толстоганова – редкий гость кинотавра. Екатерина Климова порадовала собравшуюся своим ярким элегантным нарядом. Анастасия Макеева тоже подготовилась к светскому выходу. Я захотела поднять себе настроение окружающим, потом я предполагала, что будет красная дорожка, и у меня красные губы, белое платье и красная дорожка. И мне казалось, что это будет очень так ярко и празднично. Увидели зрителей и Елену Подкаминскую – одной из главных героинь фильма «Кухня в Париже». Его продемонстрировали 1 июня на Театральной площади. А сама церемония открытия фестиваля стала заключительным съемочным эпизодом фильма «Зеленая карета», в чем признался актер Андрей Мерзликин. Это кино, это драма. Я играю режиссера, у которого случилась трагедия. Фильм уже снят, практически закончен. Остались пару кадров, где все-таки зритель может увидеть, что этот режиссер, он большой режиссер, он востребованный, он знаменит, и он успешен. И эти кадры будут сегодня здесь на Кинотавре. А Игорь Верник в привычной для него манере очаровывал дам, но при виде камеры сразу становился более серьезным и вспоминал, как все начиналось здесь, в Сочи, 25 лет назад. Это первый фестиваль, на который я приехал еще совсем, ну, скажем так, малоизвестным актером. Здесь были мои кумиры, здесь были люди, в которых я был актерски влюблен. Здесь были актеры, которым я восхищался. Здесь была потрясающая атмосфера. Актриса Елена Лядова впервые приглашена в жюри основного конкурса. Прекрасное, великолепное настроение, хочу посмотреть кино. Председателем жюри стал режиссер Андрей Звягинцев. Его фильмы никогда не были в конкурсе Кинотавра, но удостаиваются призов в Каннах. В Каннах, когда твою картину приглашают в конкурс, с тобой подписывают контракт о том, что в случае победы в Каннах твоя картина больше нигде не будет представлена в конкурсе. Церемонию открытия кинофорума ввел Данила Козловский в непривычном для зрителя новом образе. Он сразу же отметил, что Кинотавр живет в состоянии Троянской войны, в вечной борьбе за зрителя. Первый приз фестиваля получил Александр Сокоров за художественный язык и гражданскую позицию. А впереди еще семь конкурсных дней, где в творческом состязании участвуют 14 кинолент. Кинотавру 25. Вроде бы немного, но и немало. Сколько же артистов-режиссеров прошло за эти годы по звездной дорожке? Но дело ведь не в цифрах и датах. Кинофестиваль уже совсем другой. Режиссер Александр Сокоров считает, что он формирует вкус, становится более сдержанным и учит людей думать. Сразу же после церемонии открытия кинофестиваля начался просмотр кинолент в конкурсной программе «Кинотавр. Короткий метр». Елена Всецна, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ».